Мы снова в хозяйстве Капри у Елены Ивановны Фроловой На второй территории, где содержатся овечки и козы Елена Ивановна, рассказывайте, что это за помещение у нас? Ну это вот в первую очередь фермы Сейчас вот тут все нарушено, потому что убирали подстилку А в принципе вот это вот пространство, это родильное отделение Тут вот у них индивидуальные загончики на овцу с сегментом Отопление у нас котел там То есть здесь отопление, да, то есть горячая, холодная вода Накопительные баки Да, кстати, это паение, да, с этих баков Туда заводится под давлением, а оттуда самотеком Да, и тут вот у нас нагреватель Вот такой кондон Это от дров, от котла дровяного И вода сквозь проходит, нагревается и там накопливается в баке Чтобы теплой водой кончить А вот это что такое, лизунец, да, какой-то? Да, это лизунец Лизунец, да? Ага Ну это дорогой лизунец Ваше время Но делаем ее червуцель Обычно Уже знакомая конструкция есть лей Да И защёлки И защёлки Да, и защёлки Ну вот А потом мы их, вот они отсидят там Нет, не отсидят В индивидуальных И потом их переводим в такие загоны Уже по несколько штучек с детьми Ну это как положено Ну понятно, да То есть просто это помещение для содержания Это вот, да, вот здесь с ягнятами Ягнение и первые там Две-три недели после их А пол я вот описывал там на фермере Что там? Там внизу Вот эта тряпка Потом щебень Потом тряпка Потом песок Ох как И вот на эту подстилку они ее рожают? Нет И здесь еще столома Здесь еще устиваем, да Ну за зиму у нас высоко поднимается Сантиметров 20-30 Да Понятно А это вот по илочке, да, заведены Вот я смотрю И это тоже лизунец вот Какой-то красный, да? Да, филоцен А это филоцен, да? А там что за кормушечка? Ну посредине вот А это, знаете, вот это Мы отгораживаем эти кормушки для ягнят Когда вот они с матками, ягнят И вот здесь вот тоже Понятно Вот это вот я считаю очень хорошее Да, Елена Ванна, расскажите про крышу, про все, что тут Нет, ну просто вот это вот хороший материал А что это за материал? Типа сайдинга такого? Да, панели Потолочные панели Да, пластиковые панели Да, они даже стеновые тоже Угу Панели В общем, ничего особенного Они крепились прямо снизу к стропилам Или через обрешетку? Через обрешетку А зачем такая высота большая? А вы знаете, получилось, видите, у нас склон-то Мы не выравнивали ничего А, то есть само помещение строили по уровню, по горизонту Да Без перепадов А это освещение, да, это лампочки? Да, освещение А это мы просто затянули, чтобы холод не шел в родину Угу, понятно Как там потеплее Лампочки галоген или металлогалоген? Галоген Ну, обычные Вот эти А и дневного света Вот эти Помещение светлое, большущее А стены это? Вот стены Каркас Утеплитель Изнутри вот эти панели белые И снизу вагонка, чтобы овцы не ели пластик А снаружи, вот я большой энтузиаст, вот это вот я делала Какого? Цементная стружечная плита Да, это нам уже такой, рассказывали про него, хвалили Вот посмотрите В плане целевого использования Делаешь вот так вот С этими досками, получается прям баварский дом Он в отличие от асбестоцементной плиты Он более пластичен Меньше ломается Да Достаточно экономично Ну, по сравнению, да Ну, потом сразу Да, и при монтаже, да, трудозатрат меньше гораздо Это вот мы строили в 10-м году А вот тут у меня водичка А между ними выгул, да? А между ними повесы и выгулы, да Такие зимние Продуваемый навес С яслями Довольно просторно Очень просторно А крыша, материал, как называется вот этот? Керамопласт Керамопласт Да, он не самый дешёвый, конечно Ну, просто хотелось Красивее С шифером было бы дешевле Или андулином Ну, как-то там Андулин тяжёлый, шифер тоже Да, он достаточно тяжёлый А это вот выгулас этих ферм, да? Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стены по такому же принципу, низ вагонка, вверх поликарбонатная рама. Ну, только анамичный такой час. Ну, а зимой полиэтиленом затянуло, чтобы он не такой... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok